добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о наставничестве прошлой капли я говорил о том что наставник ищет себе учеников но есть и обратное движение если ты сидишь в церкви и ты видишь как градус твоей веры постепенно понижается что вокруг тебя постоянные проблемы ты не можешь развязать определенные узлы гора сомнений гора вопросов неотвеченных нарастает и ты внутри становишься таким злым раздраженным найди себе наставника инициатива должна по большому счету исходить именно от тебя начни посмотри вокруг себя найди себе человека который согласиться быть твоим наставником когда ко мне приходят молодые люди из других городов или из других церквей они начинают жаловаться на какие-то свои жизненные проблемы проблемы в семье бизнесе или еще где бы то ни было я задаю всегда один и тот же вопрос если у тебя наставник если он говорит да у меня есть хороший пастор он проповедует вот так он молитвенник там он пророк и еще что-то подожди вопрос не в том если тебя пастор если у тебя наставник кому ты подотчетен с кем у тебя построены такие отношения и каждый раз когда люди приходят ко мне говорят помоги нам они ожидают некого волшебного слова знаете когда ты вот скажу вот это сделай вот это нажми эту кнопку получишь вот этот результат также не работает тебе необходимо найти пастора и вы знаете каждый раз когда вот эти в овцы одиночки они прибегают к нашему стаду они начинают рассказывать как они обездолены сколько им трудно я вспоминаю что говорил иисус поражу пастыря и рассеются овцы и я наблюдаю что пастырь то жив-здоров он сидит в своем кабинете он проповедует с большим красивым микрофоном но овцы разбегаются они бегают за советом в другие церкви они делают это почему потому что пастырь на самом деле поражен поражен его мозг или поражен его дух он превратился в большого босса у которого есть два часа в неделю когда он выдает свои потрясающие откровения своим потрясающе обстриженным овцам но у человека нет пастора пастора который будет о нем заботиться который будет любить если у тебя его нет большой красивой церкви там потрясающе хорошее поклонение и дух святой приходит и я верю в это но твоя жизнь не находится в победе тебе нужен пастор тебе нужен наставник тебе нужен человек который будет обладать мудростью помазанием будет иметь личные взаимоотношения с богом и который возьмет и скажет да конечно я стану твоим наставником а